Уфа готовилась к заключительному домашнему матчу в календарном году по всем фронтам. Чистили заснеженное поле, кашеварили, заваривали сладкий чай. Последние две позиции исключительно безвозмездно. Болельщик должен быть сыт и согрет. Такое мнение уфимского клуба уже не первый раз материализуется в горячую поддержку с трибун. Карта Франция, Эфилин Башни что ли? У кого такой нет? Эфилин Башни, остается, переходите. Остается, да, ваше начало. Ротор тоже не остался без болельщиков. Хотя Волгоградская тортида весь матч испытывала численное преимущество со стороны фан-сектора хозяев. При этом обе стороны в первой половине матча не увидели не только забитых мячей, но и по большому счету опасных моментов. Первый тайм проходит в преимуществе наших соперников Уфы. Очень хорошо владеет мяч команда. И опасные контратаки поводят. Также было в первом тайме, хорошие угловы они подавали. Мы у нас не получается впереди, мало цепляемся за мяч, но я думаю второй тайм более приятным будет для нас. И найдем какие-то моменты для завершения атак наших. По истечении часа игры зрители лицезрели таки забитый мяч. Экс-игрок ротора Михаил Маркосов напомнил о себе бывшей команде. Девятый гол нападающего Уфы стал итогом изящной комбинации. А последним пасом автора гола наградил Никита Малеров. Ну как комбинация, он просто увидел меня на столбах, как говорится. А я уже принял и совершенно спонтанно пяткой Мишу нашел. И он забил. Победный танец Маркосова так и стал единственным в матче. Дополнительная интрига в игре появилась лишь после решения арбитра из Воронежа Владимира Маскалева показать второй горчичнику Финцу Андрею Смирнову. И если вторая желтая карточка защитнику хозяев была вполне очевидной с рейфа атаки, то первый фол вполне мог трековаться как на усмотрение судьи. Но и в меньшинстве Уфа наконец-то дотерпела до победы, прервав свою безвыигрышную серию. Не то что трудно. Все-таки я думаю, что самать получился очень сложным, потому что ротор очень организованная команда, играет в быстрый футбол. Но они сегодня приехали, много было видно, что они обороняются, они приехали играть, я думаю, что на ничью. Но я думаю, что мои ребята сегодня выполнили полностью установку и заслуженно победили. Не получилось. Я считаю, по игре ничейная игра была. Больше повезло чуть в моменте, когда они забивали гол. 1-0 у финцы приблизились к группе лидеров, а ротор так и не смог взять реванш за домашние поражения в первом круге.